так уважаемые друзья задержка 5 минут зато прибавилось обычно собирается народ попозже но тем не менее я благодарю аксану григоренко за этот подарок если вы помните последние годы я принимаю подарки виде фотографий так я вас подвел когда черенок вам вышел в том числе вот этот надеюсь вы довольны это настоящий аппорт теперь так кстати не совсем настоящий вот если говорить об аппортах а лекция началась я покупал черенки гсу хрушинском вот у самой бойковой они были мельче и совсем другой окрас а тот черенки которые я сейчас рассылаю их автор их привез с казахстана наш друг чернобаев так теперь телефон отключен и отключен а все вижу надеюсь вы меня видите и слушаете так пойдем дальше вот такой подарок я благодарю оксану григоренко за такой подарок нефеткин нефеткин тут немножко посложнее фотографий много я использую только несколько он живет польского области ленинский район село обидимо значит фотографии было с пол сотни которые из них относятся ко мне которые ну какие-то местные может быть какие-то виды я не знаю вот это у него персик вот зато эта фотография претендует на учебную и так посадка на холм мульчирование есть но корневая шейка не гниет вот это я вам хотел сказать а еще я что вижу то что мне бальзам на мою душу я буду воевать до последних дней своей жизни вот вы видите что он не отрезал ни одной веточки знаете что было бы если бы этот саженец попал в руки учеников уже не моих а тех самых выпускницами были бы отрезаны раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять вот по крайней мере до сюда и прощает персик а так у него получается я вижу персики не укромные теперь что я вижу я вижу нектарин вот тут я точно не мое но тульской области нектарин не душу греет может он как-то обматывал не знаю вот к сожалению так бывает фотографии много лучше быть было несколько но какими-то комментариями это я на будущее говорю нефеткина вот еще его фотография можно считать учебные наверное вот этот саженец был посажен он тоже похож на персик он был посажен верхняя почка умерла если он зимовал то скорее всего умерла потому что он замерз почка замерзла или если это была весенняя посадка то он просто удачно сделал обрезку по железу то есть основание штамба целая там 10 от 20 сантиметров всего и еще на этом ну а то что здесь почка в таком случае могла не простутся тоже могло быть кстати чтобы эта почка не проснула достаточно ее замазать случайно случайно вот этим вот липким клеем так полюбовались еще одна фотография претендует на учебную вот здесь получалось так наверное это прививка наверное это черенок и наверное пошла одна почка и вторая получилась вот эта самая рогулька которая нам всю жизнь портит потому что в основном садоводы пытается от второй избавиться я это называю пройдет еще год можно будет определить какая будет доминировать а какая займет скромное второе место и вот который это место его можно держать немножко еще по подрезать так чтобы она не стала конкурентом не разломила это дерево то не дай бог урожай вот это мой любимый выражение не дай бог урожай правда обычно я их отношу к этим тем самым тиберезикам не дай бог урожай ниже мы с вами послушайте о моем величайшем открытии с помощью исаковой и с и ой 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 это уже покрою с помощью исаевы доктора наук жаль она не увидит этого я не знаю даже смотрите она может и не смотрит и не может она даже мне не но она мне помогла до конца сформулировать вот уже не постулат а закон вот это будет ниже этот закон станет основополагающим и он будет всегда когда можно скрывать уже учебники по садоводству он будет стоять первое на первом месте вот лет через что будете гордиться наши потомки и железом и исаевы это будет а пока пока мы видим что вот такую ровульку надо как-то делать так чтобы вторая ветка которая чуть-чуть похуже не похоже но чуть-чуть выступать будет поросу стала уже пусть она низко а вот это надо быть выпрямить до конца с помощью кольев до конца или до конца 2 становится дополнительные и пойдут ветки скелетные у той которая будет выпрямлена до вертикального состояния и вот одна из этих двух веток должна стать не толще тех если угнетать то есть она станет одной из боковых скелетных веток я не очень благодарю нефеткина за эти фотографии слива ника один вот и есть слива ника она без меня есть была и будет ну когда пишет слива ника один а у меня только если номер один номер два на себе большое подозрение что это мои слива и кажется я не так она тоже не подвел да вот груша чья груша не знаю полюбовались значит это нефеткина поздравляю